Привет всем! Мы проехали Орегон, сейчас мы в Айдахо и вот проезжали. Помните, как-то я вам показывала давно-давно, что существуют такие кинотеатры, где ты проезжаешь на машине сюда, стоишь на машине и смотришь кино. Вот, посмотрите экран, на этом экране кино показывают, а машины стоят здесь, но сейчас, конечно, ты радио свое включишь на волну на какую-то и будет работать, а Бендуальта раньше, вот на таких столбах там были как микрофоны такие повешенные, и ты подъезжаешь, берешь микрофон, в машину его ставишь и слушаешь, смотришь кино и слушаешь. А вот здесь вот в таких домиках, ну обычный дом, не какой-нибудь не игрушечный домик, просто здесь продают еду, питье, попкорн, наверное. Ну вот, вот я никогда не была в таких театрах, в которых ты едешь, ты сидишь в машине и смотришь кино. Ну я вам показывала как-то, кто смотрит мои видео регулярно, уже знаете, помните, что я показывала. Ну это еще раз мы в Айдагу продвигаемся ближе к Каталатическому океану. Холодно. Ну вот я вам показывала огромное пространство, Бен говорит, когда он был маленький, у них был такой же кинотеатр на улице, и говорит, все это было заполнено машинами. А вот это вот будочка, где продавали билеты, едешь, покупаешь билет, Бен говорит, маленький он сидел там с тем, кто продает билеты, и, конечно, в маленьком городке все друг друга знали, и он говорит, тогда же, ну в 60-е годы машины были не такие, как сейчас. И этот, говорит, мужчина, я сидел с ним в этой будочке, а он, говорит, учил меня различать марки машин. Вот написано, что радиостанция 106,7 ФТ, значит, настраиваешь волну и слушаешь. Ну вот такой вот интересный кинотеатр. Здорово вообще-то. Существует, что нужно, и все, что нужно, и все, что нужно. Ну, и я вам говорила, что название это Motor View, и смотрите, какая машина, ну, 50-х, 60-х годов. Вот такой интересный кинотеатр. Ну что, мы в Айдахо, в штате Айдахо до сих пор едем, не по интерстейту, не по скоростному шоссе, а по проселочной дороге, потому что по скоростному шоссе там может быть снег, когда мы свернем к Лас-Вегасу, и мы не хотим видеть снег, здесь тоже есть снег, но по краям дороги и вот на тех холмах, на которых я вам показала сейчас. Мы ехали в Айдахо, а теперь в Орегон снова завернули, ну так дорога сворачивает, и пролежаем Родео-стадион. Это небольшой, маленький, небольшой городочек в Орегоне. Ну, я вам уже показывала много таких стадионов, где Родео проходит. Здесь зрители сидят, конечно. Ну, а там вот и происходит это здесь, Родео, на этом стадионе. Обычно такие Родео маленькие, в маленьких-маленьких городках. А это клетки, откуда выбегают лошади или быки, или что там еще в это время соревнуют, кто соревнуется, какие животные. И на выезде была надпись, никаких протестов, я говорю, каких, политических что ли? Бен говорит, да нет, против того, чтобы подвергались насилию животные. Ну, Родео, это же получается как, заставляют их соревноваться. Вот такая надпись, чтобы не было протестов. Наконец-то мы в штате Невада. Ура! В маленьком городке. Красиво на дороге. Горы. Мы в Неваде, как я уже сказала. Наконец-то. И надпись, не надпись, а, как это, ну, дорожный знак гласит, что в быки переходят дорогу. Может быть, дикие быки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok